Здравствуйте, у нас на Кляндре сегодня 26 февраля. Весь этот месяц страна занималась делом о нападении на чикагского актера Джуси Смолета из телесериала «Империя». По его словам, в 2 часа ночи он, проголодавшись, вышел из дому в соседнюю закусочную, а по дороге на него напали два расиста и гомофоба из числа сторонников Дональда Трампа. Они оскорбили его, побили, потом надели на шею веревку и облили чем-то похожим на отбеливателя. Джуси стал самым знаменитым артистом Америки, и на его защиту тут же поднялись знаменитые коллеги и политики. Еще бы, молодой гей-афроамериканец стал еще одной жертвой моральных уродов, которые голосовали за нынешнего президента. Как потом выяснилось, Смолет заплатил двум исполнителям этой постановки 3,5 тысячи долларов, рассчитывая на то, что слава мученика принесет ему более выгодный контракт. Теперь Смолету, который взбаламутил всю страну и поставил в неловкое положение своих именитых защитников, грозит тюремное заключение сроком от года до трех за обман полицейских. Мой прогноз. С учетом того, каких дорогостоящих юристов он нанял, парню дадут год условно. И спрашивается, почему бы его преступление не рассматривать как преступление на почве ненависти, которое предполагает более строгое наказание. Первый закон против такого рода преступления приняли вскоре после гражданской войны. Он давал дополнительную защиту вчерашним рабам-афроамериканцам. Со временем эти законы распространялись на других подзащитных, которые группировались уже не только по цвету кожи, но и по национальности, по полу или по сексуальной ориентации. Сейчас эти законы действуют в 45 штатах и в округе Колумбия. При этом у них есть противники среди представителей правоохранительных органов. Дело в том, что в прокуратуре бывает сложно доказать, что мотивом преступления была, скажем, расовая ненависть или гомофобия, хотя это же преступление легко доказуемо в рамках обычного уголовного законодательства. Но особое внимание правительства к этому типу преступлений дало один нехороший побочный эффект. Эти законы стали использовать как орудие для достижения целей, которые не имеют никакого отношения к созданию гармоничного общества. Кто кого обвиняет. Белые обвиняют черных или латиноамериканцев, те обвиняют белых, представители ЛГБТ обвиняют гомофобов, мусульмане – религиозных фанатиков и так далее и тому подобное. Возможности в этой сфере кажутся неограниченными. При этой мнимой жертве заберегаемых групп гарантирована поддержка прогрессивной прессы и политиков, а значит укрепление групповых позиций. Но если в деле находятся подозреваемые, то ему гарантированы колоссальные расходы и искалеченная жизнь. Именно так было в случае с подозреваемым похитителем и насильником 15-летней негритянки Таван и Броули Стивеном Пагоносом. У него ушли десятилетия, чтобы доказать, что его обвинители – клеветники. Он потратил сотни тысяч долларов на адвокатов, но в конечном итоге у клеветников не оказалось денег, чтобы компенсировать все те эмоциональные и финансовые потери, которые он понес по их вине. Люди, которые идут на такого рода фальсификации, не останавливаются ни перед чем. Один мнимый мученик расцарапает себе физиономию, другой сажет свою церковь, третий – собственный дом, и все это с тем, чтобы обвинить своих оппонентов. Устроитель этой инсценировки готов загубить любую случайную жизнь, которая окажется на пути к реализации его плана. Именно это позволяет сказать, что все эти артисты тоже совершают преступления на почве ненависти. Они должны отвечать не просто за обман полиции при составлении отчета о происшествии, а за преступления на почве ненависти. Это можно назвать клеветой на почве ненависти. Хотя, с другой стороны, клевета, равно как и преступления с применением насилия, не совершаются на почве любви. Но если наши законодатели решили, что нужен специальный закон, по которому преследуются преступления на почве ненависти, то логично принять закон для преследования фальсификаторов этой ненависти. Такие дела. Другие видео из угла Ермоленца. Смотрите на ютубе и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Смотрите на ютубе и подписывайтесь на мой канал.